Приветствую вас, будущие историки! Сегодня я вам поведаю о конфронтации, которая определила ход истории Северной Европы на следующие 100 лет. И это Шведско-Норвежская война. Военный конфликт, разгоревшийся вследствие нежелания Норвегии признавать Киевский мирный договор, по которому Дания уступала Норвегию в руки Швеции. Норвежцам это справедливо не понравилось, что их считают как разменную монету и начали войну за независимость. Давайте же сегодня узнаем, как проходила эта война между двумя прекрасными скандинавскими государствами. Предыстория конфликта В ходе наполеоновских войн Дания, которой в то время принадлежала Норвегия, оказалась на стороне Франции и заключила с ней в 1807 году союз. После поражения Наполеона, Россия и Швеция в ноябре 1812 года предложили Дании выступить против Франции. Это предложение больше напоминало требования, а также оно предусматривало передачи Швеции, Норвегии в обмен на территории в Северной Германии. Датский король Фредерик VI отклонил это требование, а в 1813 году даже заключил новый датско-французский союз. После разгрома Наполеона под Лейпцигом, шведская армия в ноябре 1813 года начала военные действия против Дании. Потерпев ряд поражений, датчане были вынуждены в 1814 году пойти на заключение Кильского мирного договора, согласно которому Дания уступала в пользу Швеции Норвегию. Причины войны После того, как известие о подписании Кильского договора достигло Норвегии, ее наместник, принц Кристиан Фредерик, отказался выполнять его условия. В феврале 1814 года Норвегия провозгласила свою независимость, а Кристиан Фредерик был объявлен регентом, исполняющим обязанности главы государства. В апреле избранное норвежцами государственное собрание приняло так называемую Эйцвольскую конституцию и провозгласило принца-регента Кристиана Фредерика королем Норвегии. Начало войны Летом 1814 года шведский кронц принц Карл Юханс с армией вернулся в Швецию и стал готовиться к походу в Норвегию. До наступления он огласил свою цель – это требование о передаче крепостей на востоке Норвегии, а также непризнание союзными к Швеции державами Эйцвольской конституции. Шведы начали наступать на норвежские земли в конце июля 1814 года. У Норвегии долгое время не было своего государства, а потому у нее не было державных традиций, например, армии. Конечно, норвежцы создали ряд дивизий и полков, а также структурировали армию в целом, но норвежская армия была значительно меньше шведской – 19-30 тысяч норвезцев против 45-47 тысяч шведов. Кроме того, войско Норвегии было гораздо хуже вооружено. Говоря о военно-морских силах обоих государств, то у норвежского флота было немного судов, и большинство из них находились на островах Вайер, недалеко от Швеции. Шведский военно-морской флот располагал несколькими крупными судами и имел возможности для передвижения и высадки войск, а также помощь британского королевского флота. Также не стоит забывать, что шведы имели опыт военных действий, в отличие от норвежцев, и ими командовал один из талантливейших полководцев своего времени – это Жан-Батист Жюль Бернадотт, также ранее упомянутый как кронц-принц Карл Юхан. Хотя надо и упомянуть, что командующих норвежской армией было больше, нежели шведской. Если шведами руководили 5 полководцев, то норвежцами 7. Боевые действия начались 26 июля 1814 года с быстрой атаки шведских военно-морских сил на норвежские канонерские лодки в Хуалере. Норвежская армия была эвакуирована, судам удалось спастись, но до конца войны они больше не принимали участие. Главное шведское наступление пришло через границу в Халдине, в обход и окружение крепости Фредерикстен, а затем продолжило движение на север, в то время как второй отряд из 6000 солдат высадился в Крокерёй, за пределами Фредерикстада. На следующий день этот город сдался. Шведская армия 30 июля 1814 года вступила на территорию норвежской провинции в Смолинение и спустя 5 дней, 4 августа, заняла крепость Фредерикстен. Кристиан Фредерик был вынужден отдать приказ об отходе норвежской армии на правый берег реки Гломы. На фронте к Конгсвингеру силы были более равномерно распределены, и норвежская армия в конце концов остановила шведское наступление у Лиора 2 августа, а также одержала еще одну победу у Матранда 5 августа. Последнее крупное сражение войны произошло 9 августа на плацдарме в Лангнесе, где шведские войска снова были отброшены. Затем Швеция попыталась обойти норвежскую линию и успешно сделала это во время битвы у моста Кьельберг 14 августа. Тогда у шведов был четкий путь в Кристианию, столицу Норвегии. Вдобавок, британская блокада Норвегии постепенно ухудшала положение норвежцев, повсеместно не хватало еды. Близость шведских армий и британская блокада в конечном итоге сделали положение норвежцев неустойчивым. Хоть норвежская армия и победила при Лангнесе, тем не менее, как норвежским, так и шведским военным властям было ясно, что поражение неизбежно. Даже несмотря на то, что им удалось нанести несколько незначительных наступательных ударов шведам, оказав таким образом давление на них, чтобы они признали Норвегию как суверенное государство. Все равно считалось невозможным попытаться остановить шведов в долгосрочной перспективе. Поэтому предложение Швеции о переговорах было принято, поскольку война нанесла тяжелое бремя норвежским финансам. Каждый день задержки с захватом Норвегии шведами приносил им неуверенность в исходе, поэтому обе стороны были заинтересованы в быстром окончании войны. Для обычного норвежского солдата война казалась плохо подготовленной и плохо проведенной. Норвежское правительство искало достижение наиболее выгодной и наилучшей позиции на переговорах о мире, поскольку оно понимало, что без поддержки передовых держав Европы независимости все равно не обрести. Но согласившись на переговоры после победы при Лангнесе, Норвегия оказалась в ситуации, когда она смогла избежать беззаговорочной капитуляции и сохранить вид такой нации, перед которой не стоит вести себя как с никем. Окончание войны Заключение мира между Норвегией и Швецией произошло 14 августа 1814 года в Моссе. Была заключена конвенция, согласно которой Карл Юхан обещал уважать норвежскую конституцию, а норвежцы соглашались избрать шведского короля на норвежский престол. Окончательное решение должен был принять чрезвычайный стортинг – норвежский парламент. В неочередной стортинг собрался 10 октября 1814 года. Он принял торжественное отречение короля Кристиана Фредерика. После переговоров со шведскими представителями, стортинг 4 ноября принял извиненную конституцию Норвегии. Военные и внешнеполитические полномочия короля были ограничены, однако внешняя политика объединенных королевств целиком отходила в полномочия шведского министерства иностранных дел. Король получил право назначать в Норвегию наместника, который представлял отсутствующего монарха. Однако король не мог назначать шведов на посты в Норвегии. В тот же день стортинг избрал Карла XIII норвежским королем. Швеция и Норвегия объединились под властью одного монарха. Итоги войны В результате войны Швеции удалось присоединить к себе Норвегию, однако это произошло не на условиях Кильского договора, а в форме унии, действовавшей до 1905 года. Кроме того, Норвегия сумела сохранить свою конституцию. Эта война стала также последней на сегодняшний день войной с участием в Швеции, после которой она окончательно стала нейтральной страной. Вот так-то. Ну а я надеюсь, что вам понравилось это видео и вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Также, дорогие зрители, спешу вам сообщить, что недавно я разместил реквизиты на своем канале, по которым вы можете меня поддержать. На экране и в описании вы увидите все реквизиты. Также хочу поблагодарить Василия Белокура за 10 гривен. Продолжение следует...